Снова здравствуйте, дорогие мои подписчики и зрители. Меня зовут Дмитрий и я продолжаю играть в игру Ведьмак 3 Дикая Охота. И продолжаю я, ребята, уже в следующем патче. Уже какая-то, знаете, нехорошая традиция пошла, что я продолжаю новую серию пускать только со следующим патчем. В общем и целом, ребята, почему я так долго не выпускал серии Ведьмака? Все просто. У меня случился баг, который было никак не обойти. Задание Охоты за младшим просто в какой-то момент заступрилось. Именно поэтому я сейчас очень быстро посещу вот это вот казино, где по-быстрому вам расскажу, что у меня было и перейду сразу к кульминации. Ну а сейчас мы спокойненько получим доступ в казино ублюдка-младшего. Когда я первый раз пытался записать эту серию, я был перед дилеммой, заплатить мне или все-таки воспользоваться знаками для того, чтобы зайти сюда. Но потом все-таки алчно сделала свое и я не платил. И знаете, я нисколечки не прогадал. Потому что здесь все равно будет месилово. Поднявшись на второй этаж этого милого в кавычках заведения, мы видим трех дядек, с которыми можно в принципе сыграть. Но у меня карта отстойная и... ну не хочется мне просто этим заниматься, иначе я войду в азарт и вы будете все серии смотреть, как я пытаюсь собрать нормальную колоду. Так вот, этот дядька добрый, он предупредит меня, и подскажет, не спрашивай про ублюдка, иначе вчера тут был парень, которому проймили сразу голову. А вот этот мужик, он у нас какой-то аристократ. С обычными смердами не играет. Надо бы оторваться от стола. Но дорогой, сегодня твой счастливый день. Так, ну ладно. В общем, этот с обычными смердами не играет, и мы вспомним очень классное событие из книги, когда Геральт помог королеве Мэви одолеть Нильгард на мосту и отбросить его от него. В итоге, Геральта посвятили вы рыцарей. Нигде в игре вы об этом больше не узнаете, кроме как, если засядете за чтение книги. Так, ну вот этот вот сейчас в затажном жару. Я тебя тут никогда не видел. Я слышал, здесь иногда бывает ублюдок младший. Ты слышал? А что ты еще слышал? Так ублюдок здесь или нет? Прав был младший. Кто-то пришел по его душу? Взять его! Так, ребята, начинается миссиво, напоминаю. Сложность у нас максимальная. Нельзя дать зажать себя. Вот, нельзя себя дать окружить. Так, ну-ка, восстановите мне здоровье. Так, так, так. Просветление, ублюдки. Ну-ка, давай. Так-то лучше. Замкнутое пространство несколько стесняет все наши движения. Именно поэтому здесь надо быть поосторожнее. Я не удивлюсь, если бы меня окружили, они бы меня просто располосовали. Ну, тут у нас еще два типа. Иди, иди сюда. Так, дружбаны, вы тут чем занимает? О, как ты мне за сандарил-то? Ну, давай еще раз. Давай-ка восстановим здоровье за счет этих мерпец тушек. Сейчас порргаем одного хотя бы. Погорите, ребята. Так, и этого убивать мне нельзя. Пора заканчивать. Хотя хочется. так рассмотреться вот тут у нас очень страшная комната который похоже всех кто проиграл с хорошо не хочет возвращать деньги или до пункт смерти до избивает ты слышишь меня река живой не добивай его мыслях не было ты кто я слышал крики внизу уже все в порядке ему не поможешь как тебя зовут рико рико майерсдорф что ты здесь делаешь а ты как думаешь сижу вот ладно не буду умничать они решили что я шпион бедлам вот и схватили а ты шпион ну вроде как и чего что вроде как вызнал ублюдок снюхал со среданцами не знаю точно в чем там дело но дружится он с ними больше ничего не знаю береги себя спасибо я задаюсь пока все не кончится скажу бедламу что ты мне помог загляни к нему он наверняка тебя отблагодарит да конечно учетом того как люди относятся здесь к своим должникам я как-то воздержусь но вообще есть такое мнение что подобные люди хорошо относятся только к тем кто им должен до тех пор пока они надеются что ты вернешь долг а если они кому-то должны или не дай бог у тебя нечем отдать то твоя участь не завидно урода кусок ты меня застрелить хочешь на большие перемены и идут в новиград потому что те силы которые должны были найти хоть как-то общий язык и следить за порядком подпольный мир из начинают сами крыться и наживи насмерть здравствуйте приветствую что даже залог и сколько нужно взаймы а чего ты взял что мне нужно взаймы так ведь каждому нужно а тебе это точно деньги ляжку не жгут да я пока не жалуюсь тогда можешь посмотришь мои диковинки на продажу конечно покажи что у тебя есть на продажу в общем ради этого это ей зашел для того чтобы немножко освободить пространством нашей сумочки но еще поговорить о том что собственно разработчики очень сильно упростили и наносимый вес практически полностью убрав вес по моему у книг различных ингредиентов для того чтобы вы не испытывали недостаток свободном месте вашей сумочки а некоторые скажут что в углу дмитру в другой стороны большинство казалось скажем так очень трепетно относится к тому что они могут собрать и он многих настоящая дилемма стоит когда они не могут например собрать какой-нибудь траве мальчик какой-то странный мальчик мне казалось что я его уже видел может я уже его встречал когда пытался пройти но это было что он учил назад подожди надо да я уже был взять его так но это же уже люди бедламы он не бедламы этого короля нищих ну давай так тихонько воспользуемся пирденом идите сюда трусишки не хотят гнида такая в общем вот эти вот ребята они уже из другой группировки похуже всем я им чем-то насолил хотя с другой стороны как бы работаю на их боссов тот же dx3 это местный самый главный авторитет именно к нему я сейчас иду а для того чтобы сообщить что он снюхался этот углер так младше с эриданцами при ночи надеюсь что больше не будет проблем прохождением этого задания именно на этом моменте мне собственно все и стало у тебя есть минутка да чего ты хочешь или сотрудничать с родовидом если это верные сведения ублюдка больше неприятностей чем ему кажется источник вполне надежный это могло бы объяснить почему ублюдок почувствовал себя настолько сильным чтобы ломиться из большой четверки мне нужен кто-то кто проведет меня к младшему у тебя же есть старые связи в рядае нет а вот у тебя есть поясни темерец бывший командир славных синих полос смекаешь верно на ваше он затаился вместе со своими людьми в лагере у оксенфурта загляни к нему он хоть порадуется так вот тут самый важный час x дамочка вы тут что делаете только как бы прохладно продует вас дверь открывается с другой стороны мне лепичьте ее здоровье все руки в принципе хуже моих также не стоит задуматься о починке так с ребятки сейчас будем скакать довольно таки далеко пока мы это будем делать будем наслаждаться видами ну и некоторыми подробностями которые я постараюсь вспомнить про верно на раше собственно вернан раше это у нас выкормыш вольтеста того самого короля которого прямо на наших глазах убили во второй части игры ведьмак 2 убийцы королей именно его убийство повесили на нашего с вами героя так как кого-то обвинить то надо было вот такое суровое правосудие далее события пошли по такому кругу что верно на раше решил скажем так дать нам шанс и найти истинного убийцу мы с его помощью смогли убежать и выплыть на понтер я забыл как уже называется дать деревенька куда вы поплыли в общем мы приплыли и началось скажем так свистопляска потому что мы шли по следу убийцы вышли на след эльфов эльфы оказались связаны с убийцами убийцы оказались связаны с ведьмаком и нильгардом в итоге все закрутилось и пошло так что в конце концов все вылилось в убийство еще одного короля которого мы уже и кончили собственноручно это хэнсельта мы убили в итоге в итоге очень много в итоге но в общем целом все это привело именно к тем событиям что мы сейчас видим в третьей части нильгард цирепствует единственный кто может им противостоять это родовид который немного двинулся на почве охоты на ведьм и так далее а но мы тут как-то камень преткновения который вроде как бы нужен сейчас всем и а нам тоже нужно от всех все ведь мы о господи ищем цири видеть недавно прикол ибо сарказмом сказанные такой возглас динамично сменяющаяся погода и там что-то вроде гифки ведьмак летит на лошади вроде как солнце потом хоп дождь резко честно вам скажу я ну такого не встречал за всю историю моего прохождения до сего момента а да правильно говорят когда что-то пытаешься исправить где-то в другом месте ломаешь а мне по сути нравился и обычно установленный ведьмак самый начальный хоть честно вам скажу у меня вроде никаких проблем ни заданиями низко прохождениями квестов не возникало монстров всех как бы получалось победить все ролики запускались нормально подвизонов практически не было ну да графика было похуже вот сейчас мы с вами получили более красивую графику зато более нестабильную игру ну ладно я на все это закрою глаза это же ведьмак это и 3 его налево красивый и ведьмак все равно очень классно здесь красиво все так продуманно живет своей жизнью история любого побочного задания опору даст многим сюжетным главным других игр так вот здесь должен быть неверно нарушилка из транспортанцев пущели мы будем надеяться что сейчас все запустится есть геральт из ливи живой и здоровый как ты здесь оказался с войском пришел как еще когда нильфгард перешел я ругу я послал все к чертям и рванул на фронт бить черных вступил во вторую тимерскую армию под командованием яна наталиса мы должны были задержать черных на линии долблатана гора карбон мы держали три дня а потом нас просто снесли потом я узнал что родовид собирает силы под новиградом что он обещает сражаться за свободный север я пробился сюда с остатками армии наталиса но 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 родовид оказался ничем не лучше им гира так что я решил что лучше я буду воевать по-своему ты что здесь делаешь гоняешься за скайтаэлями ты шутишь кого сейчас заботят скайтаэли сейчас на карте судьба тимерии я ищу ублюдка младшего слышал о таком только не знаю почему ты его ищешь в моем лагере да вот одна птичка напела у вас ним общие друзья похоже вы оба очень сдружились с родовидом разговорчивая какая птичка надо будет голову то и открутить так что поможешь или мне искать дальше тебе как всегда везет больше чем ты заслуживаешь я собираюсь на встречу с реданским шпионом мы встречаемся под эксимфуртом в шахматном клубе спасибо я знал что могу на тебя рассчитывать так встретиться с вернаном роше у моста ладно давайте я даже сделаю очень классно это 100 ну что поскачет я пойду с ним потому что что-то он расскажет ну что раша я не видел довольно таки давно и я считаю очень круто что помимо того что мы встречаем очень многих главных героев книг то тот же я натарис он нам встречался в лагере консульта еще во второй части и он был одним из действующих лиц скажем так книги после смерти польта стал он как принял на себя обязанности короля как увидеть не очень у него хорошо это вышло продавит то ли его кинул то ли они как-то не договорились на каких условиях продавит ему поможет часто во время войн подобного рода избавляется от своих конкурентов ну думаю что вот его победят а потом то я обжарил врагу а на самом деле мы сами почему мы сами просто люди сами раздрабливают свои силы они могут отбросить личные в угоду большему потому что не будет не торопись не будет страны не будет и всех ваших проблем отличная погода чтобы посидеть казарь готовы звездной ждет в шахматном клубе давай разберемся с этим побыстрее кто у тебя связной один скользкий тип других обстоятельствах я бы не стал иметь с ним никаких дел ты ему не доверяешь я никому не доверяю включая тебя пойдем просто шахматы игра королей когда очень классный шпион у него ну по крайней мере явно метит в короли а возможно это какой-нибудь там принц но охрана кстати риданская а прикиньте это сам родовик чтеный подался захотел приключений что-то здесь не то посмотрим но так и есть родовик собственной персоной шах и мат говорят что это королевская игра что шахматы учат стратегическому мышлению ерунда пешки одинаковы с обеих сторон правила всегда одни и те же ничего общего с жизнью знаешь ведьмак зачем я играю в шахматы не знаю я играю в шахматы чтобы разгадать их секрет в этих фигурках шумит кровь приложи ухо и услышишь шушу шушу сердце перекачивает жизнь ем пешку слышу хруст разрываемого мяса ем фигуру и слышу крик из глубины дерева я хочу сломать шахматы выдавить из них правду понимаешь о чем я если честно не очень нет ты не понимаешь потому что ты не король с точки зрения пешки видны только товарищи по бокам и враги на той стороне поля король видит шахматную доску иначе злейшие враги окружают его собственные пешки могут запереть короля в западне а тогда шах и смерть шахматы ведьмак это искусство жертвовать собственными пешками теперь понимаешь угу думаю что уже понимаю неважно перейдем к делу зачем ты привел ведьмака ведьмак сам все объяснит я дунул мы идем на встречу с риданским шпионом они с королем если можешь обойти посредников лови момент а я еще ублюдка младшего знаю что он пользуется поддержкой ридании зачем ты его ищешь это мое дело не буду настаивать я разместил младшего в имении в оксинфурте о нем знают немногие тебя туда не впустят но ты скажи что пришел по поводу делок младший постоянно требует приводить к себе женщин мне говорили что он нехорошо с ними обращается я ценю жест твое величество король должен быть суров с врагами и щедро с друзьями кроме того я рассчитываю на взаимность к тому же младший мне уже не нужен большой четверки больше не существует в свое время я напомню тебе об услуге а теперь все идите с тобой хорошо я поговорю в другой раз вот так то ребята мне кажется он все больше погружается в безумие главное я знаю где искать младшего знаешь что геральт я ведь тоже хотел просить тебя об услуге у меня проблемы с бьянкой и мне нужно чтобы кто-нибудь ее образумен зайди ко мне в лагерь я все расскажу хорошо раша я подумаю до встречи ну мы не подумаем обязательно зайдем как у нас будет время пока что у отличка мой мастер стелса следующий за мной полевой ситуации мы сейчас с вами заглянем на огоньок ублюдку и думаю зададим ему жару потому что от этой твари я должен всеми правдами и неправдами вызвать где находится людик и цирий потому что он как-то связан со всей этой историей очень хорошо и крепко связан очень хорошо и крепко связан видал на ты сыров я тебя знаю выродок я видал как ты ольгерда убил и века это какое-то недоразумение сбоку заходи хотел по-хорошему пора заканчивать завтра гады ну открыто ох как нам сейчас будет весело да и ешь твою шклёш да и ешь твою шклёш ну останови мне здоровье я бы не хотелось умереть здесь ну давай так вот этого гада надо снести иди иди сюда иди иди сюда вот так вот уместной роли этих улиц сейчас из вас вот так вот это это да нехилую охрану он собрал не против ведьмака конечно ну любую даже небольшую партию они до разгромили как минимум уладные ребята не тяжелые рыцари но как бы то ни было в одном лице и латные ребята тяжелые рыцарь так давайте по-быстрому найдем этого убытка затворить это здесь покончим с этим гаденыш славу хочет он конечно тут я всех его дружков раз мотылял и а 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 б б а на а а а а а а сегодня перестанет существовать абсолютно вся бригада этого самого так закрыто очень интересно я считал что там кисты больше всего охраны это как раз и есть его убежище но зачем ты так рано умер так ублюдочное создание ты где здесь сидишь у боже сукин сын если он хоть пальцем тронул цирия ему не прощу только гляньте и прибили к стене слушайте эту гнида я убил он им вены вскрыл это еще что за вафел вот так ах ни хера себе пять шесть женщин просто убил никто не придет стой что понял без слов да чего надо здравствуй младший я пришел поговорить я все сделаю только скажи для начала несколько вопросов я все скажу я еще одну девушку и труба дура я знаю что ты с ними встречался девушку вот так вот у нее серые волосы и меч на спине как у меня да да была такая помню теперь сосредоточься и говори правду знаешь почему мне не стоит врать я не буду врать я проделал очень долгий путь чтобы тебя найти я очень злой и устал мне пришлось убить очень много людей в городе некоторые из этих людей пытались меня обмануть мне это не нравилось чувствую еще одна ложь и чаша моей горечи будет переполнено и тогда я сделаю что-то о чем потом буду жалеть понял почему тебе нельзя врать да вот и ладно меня интересует каким образом сероволосая девушка попала к тебе и что с ней случилось что что с ней случилось она на меня напала еще раз соврешь и я тебе отрежу яйца уговор был такой я им чиню магический филал ну что-то такое там а девка и живчик приносят мне казну все герои не принесли поэтому я немного вспылил признаю и что ты сделал у я поймал этого их прихлебалу дуду и ждал пока они за ним придут смотри это вот они хотели починить филактерий и что ты собирался с ним делать я ничего я здесь разных людей знаю крутишь младший я жду деталей я тебе все расскажу все по порядку у меня плохие предчувствия успокойся лютик мы не оставим дуду в лапах ублюдка младшего ты сам знаешь я понимаю но мои предчувствия глухих доводам рацию и сантиментами их не заглушить у нас все обязательно получится выше голову последние слова многих великих людей ты узнал где держит дуду в комнате на последнем этаже в той что с балкон я пройду по крыше ты жди меня перед домом ублюдка я знаю что для тебя это трудно но постарайся не попадаться на глаза если тебя обидит ублюдок за это заплатит надо залезть на крышу так ребята давайте мы с вами закончим на этом просто так уж вышло что игра на этом моменте у меня окрашнулась я хочу нормально сохраниться и в следующий раз продолжить серию в любом случае нас ожидает очередной момент игры за нашу милую цири думаю мы с вами в просак не попадем но в следующий раз благодарю вас всех за просмотр до скорых встреч всем вам удачи